Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божьим, мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту опустошенную землю, которую Бог нам дал в наследии. Все проходит, и даже богослужение, самое главное, чтобы то, что останется в моем сердце и мыслях после богослужения, это благодать Креста Христова. Сегодня мы видели, что молодые люди, они также приняли решение следовать за Христом и жить, ища прежде всего Царство Божьего. И, казалось бы, для людей в мире, для чего молодым ребятам, особенно подросткам, идти в церковь и что-то там следовать за Христом, себя отягощать какой-то религией. Но, конечно же, мы понимаем, мы понимаем, что мы живем нерелигиозной жизнью, и мы приходим в церковь не для того, чтобы что-то... для того, чтобы что-то в своей жизни получить какое-то прощение или же... И еще каким-то причинам мы приходим для того, чтобы получить благодать, для того, чтобы через Слово Божье мы могли напомнить себе, что мы есть дети Божьи, и напомнить себе, что действительно есть... Что значение вообще Христа Христова? И в чем вообще заключается наша вера? И действительно ли мы верим в Бога? Потому что мы видим, что многие верующие, они, как бы сказать, прихожане церкви, да, религиозно... религиозно приходят в церковь, потому что в зависимости от того, что запечатлелось в них. И поэтому Иисус и спрашивал, увижу ли я истинно верующих последних дней. И сейчас в Европе, если посмотреть, мы видим, что молодые люди, они очень редко можно найти кого-то, кто может быть из поколения в поколение уже, и то они перестают ходить в церковь. Потому что церковь в основном превратилась просто в религиозную, или как культурную традицию. Поэтому для них, многих молодых людей в Европе, Бог это просто что-то мифическое. Или же то, что, может быть, взрослые родители их или бабушки и дедушки где-то находят в чем-то утешение, слушая какие-то проповеди пастора, которые что-то им такое душевное, хорошее рассказывают. И для них верить в Бога, это просто как иметь какую-то одну религию. И иметь религию, это означает что-то, что их ограничивает. Ограничивает их выбор, ограничивает их свободу, заставляет их делать что-то, не делать чего-то. Поэтому они не хотят верить, не видят Иисуса, они не видят Христа. Они не видят крест действительно как что-то связанное с ними вместе. Даже если верят, что да, и верят и осознают, что это исторический факт личности Иисуса Христа и того, что Он был распят на кресте, но они не верят в воскресение Иисуса по-настоящему. И просто из-за того, что видеть крест просто как событие, не как то, что связанное со мной, то мы видим мышление и идеология, которая проникла даже в теологию. Такая есть теология даже в Германии, которая как бы теология смерти. То есть о том, что буквально как бы Бог мертв. И эти богословы, можно сказать даже там богословы, можно ли их так называть, то есть они также говорят, что эти книжья, например, но прежде всего даже они смотрят, то есть на воскресение Иисуса Христа как на что-то невозможное, потому что человек не может воскреснуть. Поэтому это просто как что-то, как предание какое-то, либо же то, что казалось людям, но это невозможно как факт, чтобы человек умер и потом воскрес. И точно так же и в отношении книги, эти книжья Моисея, то есть они, читая это, воспринимают это не как Слово Божье, а просто как какие-то мифологии, как просто писания, рассказы. И поэтому они не признают того, что Бог создал людей. То есть они следуют научному, как им кажется, научному методу познания и то, что люди произошли в итоге, в результате эволюции. Поэтому они не верят, что люди являются духовными существами и сотворены по образу Божьему. Соответственно, они не признают и духовную проблему того, что человек, люди оставили Бога. И, соответственно, и существование сатаны, как такового, то есть, по сути, это уже как бы даже если мы говорим, это и не теология, и не богословие, это отрицание, по сути. То есть они превратили христианство просто в одну из философий, одну из таких как бы нравоучительных религий. Поэтому, конечно же, там нет жизни, это все, и, конечно же, молодые люди, для чего им следовать, они могут выбрать буддизм или юмейдж философии, которые сейчас дают им как бы свободу. То есть, хочешь, медитируй, хочешь, не медитируй, делай, как хочешь, найди себя, найди свой путь, построь свою собственную философию, жизнь, то есть, то, что есть индуизм, и больше даже индуизм, чем буддизм. Поэтому, конечно же, мы смотря на жизнь людей, которые ходят в церковь, насколько они действительно имеют веру, и насколько они могут исповедовать свою веру, Сколько людей действительно могут исповедовать христианство своим сердцем, своим духом, и в своей жизни, действительно, христианство является моим христианством. И вот это, что мы видели сегодня, как крещение, то это и есть то, что перед духовным миром, перед физическим миром, я исповедую своими устами и веруя своим сердцем, что Христос является моим Господом, моим Спасителем. Вот это и есть церемония крещения, обряд крещения, который, по сути, является видимым подтверждением засвидетельствовать то, что перед людьми и перед духовным миром, что я верю в Иисусе Христа, и я желаю, чтобы Дух Святой жил во мне, был во мне, и мою жизнь дальше жить, следуя за Христом, получая водительство Духа Святого. И каждый из нас, я думаю, мы сталкивались с таким, что когда все хорошо, то нам легко верить в Бога. Кажется, Бог меня благословляет, но когда возникают какие-то трудности, конфликты, проблемы, действительно тяжело становится верить в Бога и в Божий суверенитет, Божий план, Божье Слово. И сегодня давайте посмотрим, действительно ли мы верим в Бога по-настоящему, либо же у нас просто пока нет проблем каких-то. Мы поэтому думаем, что мы верим в Бога. Поэтому первое, что мы сегодня посмотрим, это что нам необходимо вернуться к основам. тем восторгам, которые Бог создавал. Потому что очень часто мы верим в Бога, который... Мы не верим в Бога, как в Бога, а верим просто в Бога, потому что нам что-то нужно. И, соответственно, и проповедь тоже бывает, люди приходят в церковь, послушают где-то, еще послушают. То есть они хотят слушать такую проповедь, которая им нравится. То есть что-то, что... Наверное, проповедь послания надежды какой-то. Или те, которые у каких-то есть там... Потому что когда трудные какие-то времена, хочется слушать проповедь какая-то вдохновляющая. Бывают люди, которые, может быть, физически какие-то проблемы у них страдают. То есть они, конечно, хотят слушать такую проповедь и хотят получить исцеление. Это как бы... В этом нет ничего плохого. Естественно, у человека, когда трудные времена, хочется что-то слушать, надежды дающая управлять, когда проблема, хочется исцеление получить. Но... Но... В действительности, если мы... Пример, если бы мы посмотрим... Пример, если бы мы видим, когда мы видим, Иосиф, когда его продали в рабство, и он... Свои молодые годы, вот, там, 17 лет, практически, до, почти 10 лет, был в доме Патифара. Он выполнял утомительную работу. Но мы видим через Писание, что он никогда не молился и не задавал вопрос такой Богу, что, Бог, когда ты меня уже выведешь из этого кризиса, из этой проблемы, и когда я смогу снова жить, выпрямив спину, Он... Что его молитвой было? Он хотел узнать, что есть... Какой Божий план через это все? Что Бог из этих обстоятельств хочет сделать? Как Бог ведет меня через эти все обстоятельства? То есть, он точно знал, Бог пребывает вместе с ним, и что бы ни происходило, Бог не оставляет его. То есть, не надо говорить, Бог, где ты помоги мне? Бог не оставляет. Он вместе. Если приходит какая-то проблема, приходит кризис, Бог не оставляет. Нужно помолиться. Бог, в чем... Какой у тебя есть план в этой проблеме? Что не Бог дает проблему, у Бога есть план в отношении проблем, которые приходят, потому что мы живем в мире, в котором нет Царства Божьего. Поэтому, естественно, приходят проблемы. Но Бог, Он любую проблему, все, что бы дьявол ни планировал, что бы ни случилось, Он может для любящих Его обернуть на благо. Поэтому Иосиф точно понимал, у Бога есть план. Поэтому Бог через эти все обстоятельства ведет и готовит Его. Поэтому и мы также... Мы видим это даже в 45 главе 5 стихе. Что Иосиф тогда исповедовал? Что не переживайте, потому что я на вас не стусь, потому что... За то, что вы меня продали в рабство, но я знаю, что Бог меня отправил впереди вас, куда, для того, чтобы сохранить ваши жизни. Поэтому, если мы будем смотреть с точки зрения не своей выгоды личной, мне своего чего-то осмотреть на обстоятельства и на события, с точки зрения, как Бог смотрит, что Он меня на этой земле призвал и оставил, и призвал меня в этом народе, в эту эпоху. И у меня есть люди вокруг меня, которые есть, то Бог желает через меня, чтобы люди эти получили спасение. Может быть, не я буду проповедовать Евангелие, но мне необходимо молиться за них, чтобы Божье действие происходило в их жизни. Поэтому... Поэтому вот таким образом нужно посмотреть, нужно смотреть как бы на это все. Поэтому верить в Бога, это означает верить в то, что важным является для Бога и на чем Бог акцент ставит. Чтобы мы могли услышать, что желает Бог через эти все проблемы и события. Нам не обязательно много читать Библию, чтобы понять, что Бог хочет. Давайте такой пример посмотрим, что, например, у нас есть в основном у всех домах не ключ, а электронный замок, где мы вводим пароль, и мы можем зайти в дом. Поэтому мы... Смотрите, когда мы уходим из дома, мы не оставляем же... Не берем с собой там... Ни холодильник, ни печь, ничего другого с собой не забираем, потому что думаем, а это исчезнет. Нет, мы закрываем пароль, и мы знаем этот пароль, поэтому мы можем спокойно оставлять дома и деньги, и все, что необходимо. Точно так же и банковский счет. Если мы знаем пароль, мы можем... Имеем доступ к этим деньгам. Но если мы не знаем пароль, то мы даже это все имея, мы не будем... Мы не сможем этим всем наслаждаться. И вот это то же самое в отношении Библии. Много чего сказано в Библии. Много чего есть. Но самое главное, для чего Бог дал это Писание все? Для того, чтобы мы могли уверовать в то, что Иисус является Господом Сыном Божьем, и веруя, и могли иметь жизнь во имя Его. Поэтому самое главное, цель, которая есть у Бога, это чтобы люди через Писание могли прийти к вере, могли прийти к тому, что есть Бог, что Он желает спасти людей. И целью, для чего Бог написал это все, не просто, что чудеса какие-то там, или не просто, что это история, можно найти какие-то там, какие-то секреты такие, которые помогут быть там физически здоровым или материально богатым. это все то, что, естественно, приходит в нашу жизнь, если мы действительно следуем Богу, потому что мы получаем исцеление наших мыслей, мы получаем освобождение от привычек даже со временем, которые, если действительно мы ближе и ближе к Богу становимся, и мы это не просто своими силами все делаем, потому что Бог дает нам благодать, мы обретаем благодать, и мы плодами Духа Святого наслаждаемся. Поэтому нам с вами есть в жизни даже тоже такие примеры, как одноверующая, она говорила, что она приходит в церковь, но ее муж он не ходит в церковь. У него есть Библия, он читает Библию, но он не верит в Иисуса Христа. И он не хочет ходить в церковь. То есть он говорит, я знаю Библию, я читаю, и даже больше, чем ты. Иисус Христа. Но видите, в чем сколько мы читаем Библию, сколько мы всего знаем. И этот читает, он там какие-то разные такой, можно сказать, умничает и палит за тем, что он знает столько всего и лучше, чем даже пастор. 아무리 열심히 교회를 다니고, поэтому тут не в смысле опять-таки смысл нашей жизни не в том, чтобы мы не значит не нужно читать Библию. Смысл в том, что нужно если упустить Христа, то сколько бы мы не читали эту книгу, то это мы не будем видеть это как Слово Божье. 영접하는 за поэтому не от того, сколько мы ходим в церковь, мы можем спастись, не от того, сколько мы молимся. Сколько бы мы добрых дел не делали, сколько бы мы чего-то не делали, сколько бы мы не делали, сколько бы мы не молимся, восстановить свое положение как дети Божьи своими силами. Необходимо знать Христа и принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И такие люди, которые исповедуют Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сердцем веруют и устами исповедуют, они становятся детьми Божьими. Вот и все. Вот это и есть решение. И с этого момента Дух Святой входит внутри нас. Потому что суть всего послания, всей Библии это то, что Иисус является Христом. Вот этот Иисус, который родился две тысячи лет назад, Он есть Христом. И Ветхий Завет говорил о том, что придет Христос. Новый Завет говорит, что вот этим Христом есть Иисус. Поэтому и Ветхий Новый Завет по сути говорят об Иисусе Христе и жизни веры. Что наша жизнь веры? Это глубокое понимание того, что Иисус это Христос. Для чего пришел Христос? Почему Он умер на кресте? Почему Он воскрес? И почему Дух Святой внутри нас пребывает и сегодня? Поэтому нам необходимо с вами открыть для себя понимание Евангелия Креста и воскресения Иисуса Христа. И мы видим, что очень много верующих знают крест, знают как бы крест, что такое крест, но в то же время они знают его. неверующие люди в Корее в любой другой стране они знают Рождество. То есть они говорят вот Рождество Иисуса Христа или там Пасха например. По сути не интересует для чего пришел Христос, для чего Он родился. Знают как христиан, но они не верят в Силу Христа. И поэтому по сути они как бы знают, но не знают. Поэтому это получается они имеют знания, но они не могут наслаждаться этим всем благословениями, которые приходят в Силу Христе. По сути мы очень важное такое послание для нас это то, что без смерти Христа на кресте не может быть воскресения также. Воскресение и воскресение нас из мертвых. Без смерти Христа на кресте не может быть разрешения проблемы первородного греха, того, что мы разделены с Богом. Если бы Христос не умер на кресте, у нас бы не было возможности стать детьми Божьими. И поэтому событие того, что Иисус Христос был распят на кресте является самым важным, самым важным такой благой вестью, радостной новостью из всех, которые могут быть. И поэтому важно, чтобы это Евангелие и Креста Иисуса восстановилось в нашей жизни. И мы видим, что, конечно же, это не то, чтобы мы или там люди такие какие-то плохие, даже, смотрите, ученики, которые, ученики Иисуса Христа, которые в течение трех лет следовали за Ним, они не могли принять смерть на кресте. Потому что, вообще, они же ведь считали смерть на кресте чем-то, проклятием, формой проклятия, смертью. Поэтому у них было недопонимание в отношении Христа. И поэтому Христос, Он, говоря им, что Я пришел не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы послужить, и для того, чтобы дать свою жизнь во искупление многих. И они не могли понять, в чем искупление. Им по сути было как бы неинтересно даже это, потому что не было ни одного человека из них, который бы спросил, в чем смысл этого искупления, потому что они это мимо ушей пропускали, потому что они видели в Иисусе царя, то есть, это же же мессия, они видели в нем физического мессию. Они хотели, их уже интересовало, их может быть, позиция и положение, которое у них будет после того, как Иисус во царице. Поэтому после того, как в Евангелии от Матфея 16, в 16 стихе Петр исповедовал, ты Христос, Бог живого, и Иисус ему сказал, что ему необходимо будет умереть, Петр ему тогда говорил, да не будет этого с Тобой. То есть, он не понимал этого всего. И поэтому, что ему тогда сказал Иисус, когда Петр говорил, да не будет этого с Тобою, мы предотвратим это, то есть он сказал, отойди от меня, сатана. То есть, непонятно, Петр был сатаной, но эти слова были уже не от Бога, потому что они противоречили тому, Потому что это уже были слова, которые по мирскому мышлению, по плотскому мышлению Петр сказал. Поэтому это уже были то, что по сути от дьявола, потому что дьявол это тот, кто больше всего осознав, не хотел бы вернуть все назад, чтобы Иисус не был распят на кресте. Поэтому есть в Ветхом Завете, когда мы смотрим, посмотрите, Бытие 3 глава, 15 и 21 стих, когда мы видим, что Бог дал обещание Адаму о семени жены, которая сокрушит дьявола в голову, и также в 21 стих, когда Бог даст одежды кожаные. Как Он мог дать им одежды кожаные? Конечно же, нужно было принести в жертву, нужно было животное принести в жертву, даже два животного, можно сказать, потому что дать им кожаные одежды. Но в чем был смысл этих кожаных одежды? Бог покрыл их наготовки. И это означает, что они могут предстать перед Богом, они боялись предстать перед Богом, потому что говорят, мы ноги. И Бог им дал одежды кожаные, вместо байсаней, которую они сделали из листьев, показав им, что не нужно своими силами что-то пытаться покрыть, свои какие-то недостатки, то, что они думают, свои внутренние что-то скрывать. Бог просто дал одежды кожаные, Он дал все, Он дал ответ. И дальше мы видим пример, также, потоп, во время потопа Бог дал ковчег. И любой, кто вошел в ковчег, получал бы спасение. Да, но и Он строил, но Он это делал для того, чтобы... Не потому что Бог, Он бы не спас его, нет. Он делал для того, чтобы все живое спасти. Поэтому и нам также, мы свое служение делаем не просто для нашего собственного спасения, а мы это делаем для того, чтобы людей спасти. Бог нас оставил на земле для того, чтобы мы могли спасать других людей. И дальше исход, также, своими силами ничего невозможно было сделать, поэтому Бог дал пасхального Агнца. Помазав косяки двери кровью Агнца, кровью Ягненка, стало возможным выйти из Египта. И поэтому это и есть пророчество о Христе. Поэтому, несмотря на то, что мы верим в Иисуса Христа, у нас часто возникают внутри нас конфликты, когда мы попадаем в искушение, попадаем в проблемы. И вот это следовать плотскому, следовать духовному своим мыслям, либо же... Вот это то, о чем Павел говорил в Римлянам, 7 глава, 24 стихе, когда Он говорил, кто избавит меня от этого греховного тела, тела смерти, потому что в разуме моем я нахожу... нахожу удовольствие в Слове Божьем, в том, чтобы жить во Слове Божьем. Но по плоти моей, я и душа моя, я не могу следовать этому всему, потому что вы меня, это греховная сущность, то есть моя сущность еще до сих пор греховная. Поэтому, что Павел говорит, это то, о чем он писал, что каждый день мне необходимо сораспяться со Христом, мне необходимо мою ветвую сущность, мое неверие, мои эгоцентричные мысли, мои мотивы сораспяться со Христом, то есть распять свою ветвую сущность, чтобы уже жил во мне Христос, чтобы Дух Святой жил во мне, и Дух Святой меня направлял, и чтобы я уже жил верой в Иисуса Христа, и жил уже для Него, найдя, что Бог желает, чтобы я делал, как Ветром Завете мы видим, и Ной строил ковчег, и Давид, он говорил, что важная миссия моей есть строительство храма, то есть и для нас Бог тоже приготовил какую-то миссию, что нам делать на земле. Вот это и есть, что уже не я живу, но Христос во мне, я сораспался со Христом. Поэтому нам необходимо с вами действительно посмотреть духовными глазами на себя, на свою семью, и остановить то духовное течение проклятия, которое идет и шло, и чтобы через меня произошло обновление в моей жизни, в моей семье, в моей семейной линии, потому что мы уже через Христа стали кем? Мы стали уже новым творением. Поэтому нам не нужно быть привязанными к своим прошлым обидам, проблемам, конфликтам, испытаниям. Даже если кто-то меня обидел, даже если кто-то сделал зло какое-то для меня в моей семье, мои, может быть, даже братья или сестры, или дяди, тети, родители даже, кто бы, что бы мне ни сделал, мне нужно в это прошлое вернуться со Христом. И чтобы я получил исцеление, прийти перед Богом, помылиться, чтобы Бог дал мне благодать, простить их, потому что это все было сделано из-за того, что в проклятии находятся, без Бога находятся. Поэтому другого невозможно. Как они могут что-то хорошее сделать, если они стараются, но почему зло делают? Не потому что они злые даже. Потому что дьявол так действует. Дьявол вводит в заблуждение. Дьявол делает так, чтобы закрывались глаза у них. И брат шел против брата. Все друг против друга не понимали друг друга. Поэтому, если они что-то даже не так делают, нам нужно простить, даже если они хотят, из-за чего угодно может быть, из-за наследства, из-за чего-то угодно могут быть конфликты. Пусть забирают. Бог благословит нас. Они могут думать, а он какой-то лох или еще что-то такое. Нет. Бог, он всегда восстановит и благословит. И не в физическом богатстве действительно сила находится, но в духовном богатстве. Поэтому нам с вами необходимо держаться за крест Иисуса Христа и этой благодатью жить в нашей жизни. Потому что кровь Иисуса Христа это то, что дало нам жизнь и решило проблему нашего первородного греха. Поэтому мы уже восстановились с Богом. Мы же Дух Святой внутри нас. И мы уже освобождены от власти дьявола и сатаны. Поэтому давайте будем с вами такими верующими, которые каждый день стоят перед Богом. Которые даже люди, которые живут рядом с нами, чтобы мы могли действительно наслаждаться Божьей любовью и силой, которую Бог дает, чтобы нас было действительно вот это вот бесконечное прощение, которое Бог с Которым Бог любит нас и чтобы мы действительно оставались теми, кто мы есть в любых конфликтах, в любых искушениях. Потому что Бог нас призвал и мы Его дети. И мы для Бога самые ценные. И Христос, Он каждый день также стучится в двери нашего сердца для того, чтобы быть вместе с нами на работе, дома, куда бы мы ни шли, Он хочет быть, чтобы мы пригласили Его. Куда бы мы ни шли, Он стучит в наше сердце, чтобы мы Его впустили. Куда бы мы ни шли, о чем бы мы ни думали, вместе со Христом. И тогда Духом Святым Он будет действовать и наше сердце исцелять. Чтобы мы впустили Его в свое прошлое, впустили Его в настоящее и вместе шли в будущее. Чтобы Он исцелял наши раны, чтобы Он укреплял нас в сегодняшнем, мне дал нам мудрость, чтобы и силу, и терпение, и дал нам надежду и веру, укрепил нашу надежду и веру, когда мы смотрим даже на будущее. вот это есть действительно наше Божье желание быть вместе с нами. Чтобы о чем-то мы думаем, мы мечтаем. Не означает, не нужно ни о чем мечтать. Нет, наоборот. Бог хочет, чтобы мы мечтали, чтобы мы смотрели в будущее, но мы смотрели и искали, как я могу послужить Богу в этом всем. Чтобы искали, мечтали о чем-то и спрашивали Бог, вот это действительно хорошо для Царства Твоего. Посмотрите, мы Колоссянам, первая глава, 20 стих, там сказано, что Христос, Он пришел, Бог послал Христа, чтобы посредством Его примирить с Собою и все, умиротворив через Него кровь Христа, Его земной и небесной. То есть, Бог желает, действительно, чтобы через Христа восстановилось все и духовное, и физическое. Бог не просто о духовном говорит, но и о физическом. Чтобы все, что на земле, все, что на небесах, все, действительно, во всем пришел мир. Мир Божий через Иисуса Христа. Чтобы эти люди, которые связаны судьбой, кто несет тяжелое бремя, чтобы могли прийти к Нему. Потому что, когда тяжело, мы часто ищем утешение какое-то или в самих себе, или же в людях, но в действительности не получится ответ получить получить в словах людей по-настоящему действительно решение той проблемы, из-за которой приходит депрессия. Поэтому Христос сказал, что придите ко Мне, все друждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. поэтому мы с вами, когда мы читаем 22-й также стих, там сказано, «Ныне примирил нас в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». То есть Бог Сам примирил нас, Бог Сам нас освящает. Он уже освятил нас, и Он считает нас святыми, то есть своими, отделенными. Не мы сами по своими силами такие вот совершенные, освященные. Нет. Но Бог нас освящает. Поэтому и нам также с вами нужно не смотреть на людей по закону, потому что иначе и мы будем осуждены. Евангелие не осуждает, Евангелие спасает людей, позволяет им получить благодать, получает получить силу, стать человеком Евангелия. Поэтому не потому мы святыми считаемся, что мы живем, святую жизнь. Потому что мы уже святыми считаемся. Мы уже Бог нас отделил, Бог нас освящил. в тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа, мы уже от глаза Бога считаемся святыми, как Адам и Ева, после того, как они Бог отдал одежды кожаные, они уже не ноги, они уже не грешные, потому что уже была принесена жертва за грех. Точно так же за нас сейчас одним приглашением Бог сделал совершенными освящаемых. Как по сравнению с листьями, кожаная одежда считается практически как бы вечной. Точно так же и сейчас мы облеклись во Христа. Вот это есть тот, к чему нас призывает Бог. Он желает, чтобы мы верой стали перед Ним и наслаждались благословениями перед Богом, который приходит к нам. поэтому давайте предстанем перед Богом, давайте наслаждаться крестом Иисуса Христа, чтобы это стало ответом на мою жизнь, чтобы через крест Иисуса Христа я смотрел на себя, на других людей и обретал силу и благодать Божию. Поэтому пусть те проблемы, которые приводят к разрушению отношений, к несчастью в семьях, пусть будут распяты со Христом. Крест это благодать Божья, поэтому давайте вместе каждый день приходить ко Христу и прославление, которое мы будем сейчас петь, также об этом говорит. Давайте также помолимся темами молитвы, которые нам даны, чтобы Евангелие Креста, Евангелие Воскресения, чтобы стало моим воспоминанием веры, чтобы сокрушились все тени.